всем добрый день с вами опять Игорь и сегодня мы во второй части серии видео про тепловой насос самодельный будем рассматривать железо так сказать нашего теплового насоса в первой части мы рассмотрим компрессор самую основную часть этого теплового насоса любого теплового насоса это компрессор вообще сколько этих частей до теплового насоса самых таких основных которые работают это как у мотора то есть у автомобиля доедет только мотор нужен для движения автомобиля также для работы теплового насоса нужно всего четыре элемента 4 компонента 4 элемента 4 части основные все остальное это навеска там оно нужно для контроля для улучшения работы но какого-то особого влияния но не делает на работу теплового насоса основные четыре элемента без которых тепловой насос работать не может какие-то это первое компрессор второе это испаритель это то что находится до компрессора куда он качает пары фреона третье это конденсатор это то что после компрессора и куда он куда он закачивает нагретые сжатые пары фреона и четвертая часть это если компрессор вот сверху здесь у нас конденсатор справа испаритель слева такое движение фреона идет по часовой стрелке то в нижней части это у нас такая граница между зоной испарителя и конденсатора где высокое давление спускается в низкое давление постепенно столько сколько может переварить компрессор и эта штука она внизу может называться ТРВ в холодильниках это капиллярная трубка принцип действия тот же самый но ТРВ оно как бы может подстраиваться под разные режимы работы лучше у меня ТРВ стоит капиллярной трубкой можно и капиллярку она будет просто дешевле это такая тонкая проволочка в холодильниках это где задняя стенка конденсатор да горячая мы трогаем рукой горячая и там примерно с правой стороны такая висит как бы сосулька медная это есть фильтр осушитель это конец конденсатора и с этой сосульки медной выходит такая тонкая проволока это есть капиллярка которая пропускает фреон уже в испаритель в зону низкого давления она определенной длине отрезается и ее назначение создать на пути фреона как бы препятствие чтобы он не полностью весь раз и сошел а потихоньку проходил с определенным сопротивлением поэтому эти капиллярки они же урю они такие тонкая проволочка на вид внутри с очень маленьким сечением отверстие очень маленьким отрезая любую не любую определенную длину мы соответственно и скорость движения фреона этого определяем длиной капиллярки сюда можно тоже поставить капиллярку но это надо долго рассчитывать это надо даже потом отрезать будет лишнее ее надо будет отрезать спускать весь фреон переделывать это все ну короче надо будет повозиться поэтому лучше советую сразу ставить ТРВ оно пускай дороже но оно само автоматически подстраиваться под режимы работы разные может оно предохраняет ТРВ от заливания компрессора жидким фреоном кстати это очень опасно ну про ТРВ мы потом рассмотрим какой у меня ТРВ какой лучше купить какие они вообще бывают сегодня мы рассмотрим компрессор компрессор у меня стоит компрессор фирмы Panasonic ну Panasonic это китайский Panasonic так сказать но это не важно обычный ротационный тип компрессора кондиционерный компрессор от обычного кондиционера я брал новый за две с половиной тысячи гривен ну сейчас они через полтора года когда я брал раньше полтора года назад они немного подорожали ну пускай там три тысячи где-то сейчас стоит там даже пускай три с половиной где-то так вот какие вообще бывают компрессора чтобы у вас был выбор я не буду рекламировать именно этот хотите можете другой они бывают ротационные такие как у меня как у меня бывает поршневой компрессор тип сжатия и бывает спиральный компрессор я хочу восстановиться от детьми поршневые и ротационные они по цене примерно такие же одинаковые ротационные и поршневые да по цене одинаковые и по коэффициенту эффективности по копу так называемому который объяснял это в первой части видео что такое коп коэффициент эффективности теплового насоса да это первой части было они примерно одинаковые спиральные компрессоры я хочу восстановиться отдельно на них что такое спиральный компрессор это новая технология сжатия паров риона эти компрессора постепенно они будут вытеснять вот эти компрессоры ротационные поршневые это как бы уже считается устаревшая технология и потихоньку спиральные компрессора займут полностью нишу они вытеснят их везде и в холодильниках и в кондиционерах тепловых насосах но на тепловые насосы сейчас вообще уже ставлю только спиральные компрессора собственно потому они дорогие тепловые насосы заводские вот коэффициент эффективности спирального компрессора на порядок выше примерно на одну а то и где-то и больше даже полторы единицы где-то там ну например если этот компрессор вы выдаст вам три с половиной коэффициент эффективности то тот же спиральный компрессор при при том же употреблении электрической энергии с розетки при той же мощности он вам выдаст уже не три с половиной а четыре с половиной то есть такая новая технология сжатия фреона при которой нужно меньше электроэнергии то есть он употреблять меньше электроэнергии или можно даже пускать ту же самую электроэнергию новый дает большую тепловую мощность то есть большая у него производительность при меньшем употреблении тепловой энергии примерно так вот вот поэтому спиральные эти компрессор я же говорю за ними и будущее но они на сегодняшний день очень дорогие это единственный их недостаток и очень существенный недостаток я считаю ну я решил взять какой компрессор у меня нет таких денег какие это деньги ну примерно если мой примерно обошелся две с половиной тысячи ну сейчас он пускай три три с половиной там то такой же мощности спиральный компрессор copland например хорошая фирма copland и стальные тоже неплохие там есть санью уже их много кто делает спиральники вот будет стоить примерно 15 тысяч гривен вот считайте почти в 5 5 раз 4 5 раз ну 4 точно в 4 раза он будет дороже спиральный компрессор на ту же самую мощность поэтому решайте сами стоит его брать или не стоит я уже сказал какие преимущества по надежности они примерно одинаковые но может быть спиральник немного дольше проработает но уж точно он не проработает дольше чем четыре таких компрессора если взять стоимость это точно даже два вот этих вот обычных компрессора не переработает по времени про моточаса наработки так сказать если покажу вам этот компрессор ближе какой который он с토м ввлев 지금 потому что он стала большей аккумулятор συн assunto вот в битира к и вот эти вот такие вот здесь оценические вот эти вот здесь не подробные карты эти вот такие вот действительно вот такие вот материалы надеюсь видно видно канасоник там какой то номер это не важно там они всякие есть и лг в общем такие вот такие другие У меня, например, стоит «девятка» так называемая, 9000 БТУ, то есть мощность высчитать очень простая. «Девятка» тянет 900 Ватт, 700 Ватт, 12-ка модель типоразмер кондиционера, 12-ый, 1200 Ватт, потом еще 18-ый, 24-ый, там разные типоразмеры, их бывают, это вы себе подбираете по мощности, которая вам нужна на ваш дом. Вот на мне, например, на 50 квадратных метров хватает «девятки», он тянет 900 Ватт, сам компрессор, максимум 900 Ватт, а может быть даже и меньше, если ему не тяжело работать, но это надо мерять ток, я его еще не мерил. Подбираете любой по мощности компрессор, какой вам надо, они есть всякие, какие хотите. Как он устроен, этот компрессор, вот видите, две трубки с него выходит, вот по этой трубке фреон входит в этот баллончик маленький, это называется докипатель, он сделанный производителем для того, чтобы в нем докипел жидкий фреон, жидкий фреон не должен поступать в компрессор, никак он попадать туда не должен, это категорически запрещено, компрессор предназначенный качать только пары фреона, только пары. Жидкий фреон, если попадет в компрессор, это все равно, что капли фреона в компрессоре жидкого, это все равно, что двигатель внутреннего сгорания бросит горсть щебня или песка, представьте, что там будет, тут примерно то же самое будет и с этим компрессором. Поэтому производители ставят так называемый докипатель, фреон, попадая по этой трубке в докипатель, он тут разбивается, тут такая сеточка прямо на входе стоит мелкая, разбивается об эту сеточку, скорость движения фреона, паров фреона примерно 10-12 метров в секунду в этих медных трубках, очень большая скорость, разбиваясь об эту сеточку, там еще есть ходатаки, как бы лабиринт, он дальше в нем докипает, потому что температура этого докипателя, она больше, потому что она нагревается в компрессорах, тело компрессора, где моя рука, оно примерно 80 градусов, нормальный его режим, ну такие как и выход фреона, вот по этой трубке он выходит, фреон идет в конденсатор, по этой заходит из испарителя в докипатель, вот, поэтому исключить надо полностью возможность попадания жидкого фреона в компрессор, это самое страшное, что может случиться с компрессором, это попасть в него жидкий фреон, на это надо обратить особое внимание, зимой, при работе зимой кондиционеры, в основном все кондиционеры предназначены, как и тепловые насосы могут работать, вот, просто у них там меняется направление движения фреона, вот, у них есть для зимней работы так называемый подогрев картера снизу, ну что это компрессоры высокотемпературные кондиционерные, они предназначены для работы летом, они включаются, когда на улице 30 градусов жара, только тогда людям надо охлаждение, правильно? Тогда они включаются, они так сделаны, что они нормально себя чувствуют при высокой температуре, они не боятся перегрева, 80 градусов, это нормальная его температура, нормальная. Термореле, которое внутри стоит корпуса, вот тут сверху, вот здесь он где-то стоит сверху, это у меня термодатчик тут приклеен, где-то здесь стоит сверху, термодатчик внутри под корпусом, он рассчитанный на выключение при 120 градусов, то есть только когда будет 120 градусов, этот терморелез работает внутри, компрессор отключится, вот, то есть 80 градусов, это нормальная температура, вот, если же он у вас работает как у меня зимой в режиме обогрева, то есть это тепловой насос, ему надо обеспечить подогрев, нельзя его запускать, когда его температура низкая, вот у меня он стоит в веранде, в холодной, тут температура зимой может падать даже до нуля, если сильные морозы, даже до нуля, примерно так 6, 8, 10 градусов тепла, но это очень малая температура для запуска компрессора, и там может сконденсироваться фреон в компрессоре, и при запуске он вам поломает его, разобьет он клапаном, для этого в заводских тепловых, то есть кондиционерах, здесь предусмотрен снизу такой как бы ремешок, тэн, тэн ремешок, который подогревает картер компрессора, при включении на обогрев, при включении на обогрев, он подогревается, сначала компрессор, там какое-то время, когда он нагреется до определенной температуры, тогда уже компьютер включает собственно сам компрессор, ну я ремешок этот не хотел покупать, 300 гривен стоит, зачем, я поставил вот такую вот лампочку снизу, обычная лампочка на 60 ватт, она стоит под компрессором, на такой кусочке оцинковки, там видно, обклеенной фольгой, он отражает как бы тепло вверх, вот я ее включаю, даже сейчас могу включить, показать, я включил, утеплитель, вот он утеплитель, я его снял, чтобы вам показать компрессор, он был обмотанный компрессор, так вот обматывается, утеплитель, это включенный полиэтилен с фольгой внутри, вот, и компрессор нагревается у меня зимой примерно до 30-35 градусов, после этого только я включаю компрессор, таким образом я исключаю попадание жидкого фреона в компрессор, вот, ну, вот как-то так, по компрессору я вроде бы сказал все, что хотел, на сегодня, наверное, все, в следующем видео мы будем рассматривать испаритель, это то, что стоит до компрессора, все, всем до свидания, подписывайтесь на канал, спрашивайте в комментариях, что непонятно, я отвечу, до свидания.